Приветствую вас уважаемые любители пневматики В частности это касается владельцев ВЛ-12 Сегодня первая часть, она для совсем уж новичков Те кто только получает винтовку Достает ее из коробки и не знает что с ней делать Быстренько пробежимся по ряду моментов В частности это будет касаться тех клиентов, которые приобрели винтовку у нас Итак Вы получаете винтовку в коробке Если вы заказываете полный комплект То в вашем распоряжении винтовка может быть Как со смонтированным прицелом Так и без прицела Прицел будет лежать отдельно в коробке Это зависит от нескольких факторов В том числе от просьб и пожеланий То есть я могу пристрелять оптику на 50 метров И оставить в таком виде Тогда придется снять рукоятку То есть винтовка будет в коробке у вас с оптикой Но без рукоятки Рукоятка будет лежать отдельно А для того, чтобы установить рукоятку Здесь вот на торце Есть крышка Под шестигранник Здесь два винта есть Один и второй То есть вы ее откручиваете И там два винта Установочных То есть нужно будет при помощи вот такого шестигранника Четыре миллиметра Установить рукоятку назад У некоторых с этим возникают проблемы Поэтому Так как вам все равно придется оптику пристрелить под свой глаз Последнее время мы практикуем отправку оптики отдельно от винтовки Тогда вам нужно будет установить оптику на планку вивера И самостоятельно пристрелять винтовку Обычно устанавливаем оптику так Чтобы переднее кольцо было на последнем зубе планки вивера То есть вплотную к модератору То есть с этим никаких сложностей возникнуть у вас не должно То есть понадобится ключ на 12 Для того, чтобы подтянуть кольца Тянем их крепко, но без фанатизма После чего устанавливаем оптику В то положение, которое нам необходимо Она будет уже выставлена по горизонту То есть ей будет выбран оптимальный ай-релив Который большинство пользователей устроит Если вас что-то не устраивает Чувствуете, что нужно ближе подвинуть То спокойно по планке вивера Можете смещать прицел ближе к глазу Для того, чтобы выдвинуть его дальше Но вот данный прицел, как вы видите Его уже установить дальше не получится То есть придется ставить мостик Повышающий вивер-вивер Имейте в виду, что если вы заказываете винтовку С модератором от снайпера 71 или от демица То прицелы с большим объективом От 50 и выше Без повышающей планки сюда вы не поставите Были у нас пару затыков Но не суть важна То есть имейте в виду Вот здесь 44 линза На высоких кольцах она спокойно сюда встает Дальше второй момент Который вам необходимо проконтролировать Имейте в виду, что высота тыльника При установленном антибздуне Выше не поднимется Ну в принципе для большинства Настроек этого достаточно Второй момент Винтовки мы отправляем в открытую То есть они соответствуют сертификату 3 джоуля Для этого Либо будет установлен антибздун Либо если вы не заказываете антибздун То передняя пробка будет снята с резервуара И винтовка придет в спущенном виде Вам нужно будет вкрутить назад пробку Закачать И на этом в принципе все Если у вас антибздун То в пакетике с барабанщиками Будет лежать вот этот грибок Который необходимо будет установить На его штатное место О том как пользоваться бздунам Уже есть видео у нас на канале Можете посмотреть Следующий момент Магазинчики Это самая больная тема С которой я воюю уже Ну длительное время Дело в том Что при первой же установке На винтовку На барабанщике На вот этой вот Прозрачной его крышке Сразу же образуется полоска И для того чтобы отрегулировать Барабанщик Его необходимо вставлять в винтовку Так вот Были претензии из-за того Что якобы Клиентам казалось Что барабанщики эти Мы бэушные продаем После этого я перестал Трогать эти барабанщики Вообще Столкнулись с той картиной Что без регулировки Часть барабанов Отказываются работать Хорошо Для того чтобы отрегулировать Барабан Требуется всего лишь Торкс Который подходит по размеру Я не помню его номер Но это не десятка точно Чуть поменьше Следующая ступень Делается все очень просто Берется Ослабляется чуть-чуть Этот винтик И крышку Проверяем Чтобы свободно ходило И чуть-чуть Можно подтянуть В принципе на этом все О том как заряжать барабаны Я тоже уже показывал на канале То есть мы Заводим Против часовой стрелки Переворачиваем Берем пульку Юбкой вставляем ее В отверстие После чего Барабанщик перевернули Отпустили и все Дальше вот В эти отверстия Потихонечку Загружаем пульки После чего Совмещаем шариком Все Барабанщик у нас Готов к стрельбе При каждом выстреле Он будет проворачиваться Имейте ввиду Что если вы не достреляли Барабан до конца То дозаряжать его Ни в коем случае нельзя Нельзя То есть Некоторые с этой стороны Начинают его дозаряжать У вас просто заклинит барабан Придется его разбирать Берегите барабаны И если есть возможность Заказывайте сразу же С винтовкой Запасные Барабаны являются Расходником И производитель гарантию На них не дает То есть так же Как пульки Хотя цена их Не очень-то и маленькая Но тем не менее Обращаться по гарантии Бесполезно Поэтому не нервируйте Ни себя Ни производителя Ни представителей Ничего мы с этим Поделать не можем Качество барабанщиков Не очень хорошее Поэтому имейте ввиду Что хорошо работать У вас будет только несколько Из них Ну не знаю Производитель Что-то с этим сделает Или нет Но на сегодняшний день Ситуация такая Поэтому если есть возможность Закажите еще несколько Барабанщиков Следующий момент На винтовке Есть ручка Отложенного выстрела Она находится Вот здесь Состоит из Трех частей Такой вот фигурной шайбы Болта М4 Под шестигранник И вот такой вот Рукоятки На фиксатор резьбы Производитель ее сажать Не рекомендует Тоже Несколько раз Были претензии Потому что люди Теряют эту ручку Но она нужна Для отложенного выстрела То есть когда вы Передней рукояткой Производите взвод То есть Хотите выстрелить И у вас выстрела Не произошло То есть Цель ваша Снялась и ушла Или вы передумали То для того чтобы Спустить винтовку Достаточно просто Придержать вот эту рукоятку После того как вы Хотите продолжить стрельбу Опять ее взводите И будет выстрел Так вот Следите за этой рукояткой Чтобы ее не потерять Эксплуатационные давления Резервуар Можно закачивать До 250 атмосфер Свободно И даже если вы закачаете До 300 Ничего страшного Не произойдет Особенно если Это шестерки Редуктор тут настроен На 155 150 160 Ну в зависимости от задачи По желанию клиента То есть За 300 В принципе Можно закачивать Но рабочее давление Все таки От 250 И в зависимости От настроек Вы можете стрелять Либо до 120 Либо до 140 Атмосфер То есть Допустим На Energy Boost Если скорость У вас по максимуму Установлена До 140 Можно стрелять Количество выстрелов Будет зависеть От тех настроек Которые вы Закажете И оно варьирует По поводу Использования Прицела Есть видео На канале То есть Вам нужно Единственное Что сделать Пристрелять Под свой глаз На 50 метров Для этого При помощи Барабанщика Вертикальных И горизонтальных Поправок Необходимо вести Поправку То есть Стреляете После получения Винтовки На 50 метров По бумаге Поставьте Прицельный Маркой Точку 5 миллиметров И вам Будет этого Достаточно То есть Необходимо Чтобы ваши Пульки В нее Попадали Это будет Идеальный Вариант И смещаем Пробоины По стрелочкам На барабанщике Также Здесь Вот есть Два Винтика Их тоже Нужно контролировать Периодически Они достаточно Свободно Затянуты И усилие Взвода Регулирует Не забывайте Выключать Подсветку Прицела Если Ей не Пользуетесь Батарейку Можно Отсюда Достать Бленду Можно Использовать Крышки На оптику Еще Есть один Момент Про который Я тоже Хочу Сказать У некоторых Будет Подклинивать Барабанщик Ну Обычно Я на контрольном Образце У меня есть Уже Бушный Пошелка На барабанщик Я когда Стволик Ставлю Уже Выставляю Его По барабанщику Но бывает Такое Что Толщина Ваших Барабанщиков Может Отличаться От моего И тогда Возникают Закусы То есть С большим Трудом Сюда Вставляется Барабанщик Все Достаточно Просто Делается Покажу На другой Винтовки Здесь Есть Два Установочных Винтика Необходимо Открутить Кожух Модератора Снять Кожух Модератора После Чего Взвести Винтовку Ставить Барабанщик Если Он Не Защелкивается Нужно Нужно Ослабить Эти Два Винта И Подвинуть Стволик В сторону Барабанщика После Чего Удерживаю В таком Положении Просто Затянуть Это Все Дело Или Наоборот Чуть Стволик Сюда Ослабить Вот Барабанщик Мы Ставили Первый Раз Уже На нем Появились Следы В чем Я и Говорил Все После Чего Накручиваете Модератор За Сим Разрешите Откланяться И смотрите Вторую часть По Обслуживанию Данной Винтовки О том Как заменить Резинки Как сделать ТО Как Диагностировать Проблему И что С этим Делать В частности О чем Мы Сегодня С вами Поговорим Первое Это Чистка Как Почистить Стволик Далее Быстрый Доступ Для Обслуживания К резервуару Для того Чтобы Заменить Какую-то Резинку Потекшую И Полная Разборка Заменой Всех Всех РТИ Которые Есть В данной Винтовке Последовательно Пройдем По Этим Моментам Итак Первый Момент Ранее Вы Должны Были Видеть Ролик Про Чистку Стволика Пневматических Винтовок Сейчас Мы Поговорим В частности Про ВЛ12 У меня Здесь Длинная Версия Для Короткой Версии Все Будет То же Самое Первый Момент Когда Мы Будем Чистить Стволик Леской И Патчами Что Нам Для Этого Нужно Снять Модератор Модератор Здесь Снимается Очень Просто У Короткой Версии Он Просто Откручивается У Длинной Версии Есть Ряд Отличий Откручиваем Сам Кожух Вынимаем Вот Эту Втулочку Направляющую Вот У нас Доступ К Дульному Срезу После Чего Берем Нашу Леску Взводим Винтовку В заднем положении Оставляем Затвор И Протягиваем Леску Вот Леска Вышла У нас С этой стороны Это Шестерка Соответственно Берем Целый Ватный Диск Пшикаем Болистолом И чистим Так Как Я уже Вам Показывал Для того Чтобы почистить Стволик Шомполом Нам Необходимо Вынуть Ствол Полностью З ВЛ12 Делается Это Очень Просто Для Начала Нужно Открутить Втулку Модератора В клевре 5.5 Вы ее Уже Должны Были Открутить Здесь Есть Пазы Видели Вставляем Шестигранник Сдвигаем И Откручиваем По Резьбе Все Снимаем Дальше Вот Эти два Винтика Установочных Откручиваем Можно Их Чуть Чуть Ослабить Необязательно Их Откручивать Полностью Вы Видите У меня Здесь Представлены Шестигранники И Торксы Торкс Номер Десять А это Не скажу Какой Но Потоньше Если У вас Прокручиваются Они При Откручивании Шестигранником То Берем Торкс Торкс Откручиваем Вот Стволик Вынимается Очень Легко Из ВЛ-12 Пожалуйста Здесь Есть Две Резиночки Одна Резинка Вот На казенной Втулке Расположена Вторая Находится Внутри Уплотнение Уплотнение Досылателя Если Будете Чистить Латунным Ершом То Необходимо Эту Резинку Внутреннюю Обязательно Оттуда Вынуть Посматриваем Фасочки Стволик Новый У нас Здесь Пришел Смотрим Сразу Объем Работ Откладываем В сторону То есть Берем Стороны Казенника И чистим Шомполом Стволики Без чоковой ВЛ12 Поэтому Проблем Не возникает Следующий Момент Нам Нужно Заменить Какую-либо Резинку Допустим Вы знаете Что у вас Травит Из дыхательного Отверстия Редуктора Это говорит О том Что Либо Повреждены Наружные Резинки Редуктора Либо Внутренние Резинки Которые Необходимо Заменить То есть Нам нужен Доступ К редуктору Я покажу Два способа Как Получить Доступ Быстрый И полный Доступ Как получить Быстрый Доступ Для этого Нам винтовку Не надо Разбирать Вовсе Единственное Что нужно Сделать Это Ослабить Вот эти Щеки Боковые То есть Крепление Рукоятки К шине То есть Ослабить Прям так Нормально Чтобы Она залюфтила С обеих Сторон Полностью Все Восемь Винтиков Ослабляем Это Нужно Сделать Для того Чтобы Рукоятка Не Поджималась И Не Поцарапала Трубу Резервуара То есть Вот Она У нас Сейчас Должна Начать Люфтить Да Вот Она Люфтит После Чего Нам Нужно Стравить Воздух У винтовки Существует Штатный Стравливающий Винт Он Находится Вот Здесь На Передней Пробке Под Шестигранник То есть Откручивая Его Начинаем Стравливать Воздух Но Здесь Есть Один Момент На который Я бы Хотел Обратить Внимание Если У вас Редукторная Винтовка Она По-любому Будет Редукторная То В заредукторном Объеме Находится Воздух Под давлением От 140 От 130 До 155 Атмосфер В зависимости От настроек И если Вы При Полном Резервуаре Допустим Здесь 250 230 200 Атмосфер Начинаете Стравливать Воздух Отсюда То Под Действием Заредукторного Давления Редуктор Передвинется В трубе Резервуара И после Того Как он Под давлением Пройдет Вот это Стравливающее Отверстие На задней Резинке Срежется Кусок И после Того Как вы Задуете Воздух Заново У вас Отсюда Начнет Травить У некоторых Моих Клиентов Уже Такая Ситуация Была Они Об этом Знают Поэтому Через Переднее Отверстие Мы Либо Не Стравливаем Либо Нужно Отстрелом Сбросить Воздух Примерно До 100 Атмосфер По Манометру После Чего Без проблем Можно Отсюда Сдувать Воздух Но Я Так Сдувать Воздух Не Рекомендую Я Рекомендую Воспользоваться Другим Способом Это Будет Сейчас Лайфхак Можно Сказать Что Я За это Меня Пожурят Но Тем не менее Это Более Безопасный И быстрый Способ Потому Что Вот Эта Стравливалка Она Маленькая Там Уплотнение Какое-то Находится Оно Бывает Подклинивает Бывает Приходится Откручивать Полностью Этот Винт Для Того Чтобы Сдуть Воздух Вторым Способом Вам Понадобится Такая Шпилька Длина Ее 58 Миллиметров Это М6 Шпилька Нам Понадобится Только Эта Шпилька Она Вставляется Прямо В ударник Берем Штатную Пробку Поджима Тверд Очень быстро Спускаем Резервуар Буквально 10 секунд У нас Прошло И давление Почти упало До нуля То есть Вот уже Передняя пробка Начала Крутиться Все Вот такой Вот Так Теперь Быстрый Доступ К редуктору Просто Берем Откручиваем Резервуар Как он Есть И вот Аккуратно Чтоб не Повредить Анокс Для этого У нас Отпущена Была Рукоятка И вот Таким Вот способом Мы Вытаскиваем Резервуар При этом Заредукторная Проставка У нас Выпадает И вот У нас Винтовка Остается В таком Виде Все Резервуар У нас Не поцарапался Доступ К редуктору Доступ К передней Пробке То есть Все резиночки Вы можете заменить Которую Необходимо То есть Довольно часто Травит Вот этот Заправочный Клапан Резинки На пробках Вы можете Все поменять Редуктор Для этого Берем стволик Казенной Казенной Частью То есть Это все В принципе В поле Можно сделать Вот он Наш Редуктор Вот эта Резинка Часто Рвется Кстати Сейчас Полиуретановых Резинок Я не вижу Обычно Белые Здесь Идут Резинки Новые Поставки Почему Так Все Таким Вот образом Мы можем Получить Доступ К резервуару А теперь Я покажу Как полностью Разобрать Винтовку Потому что Часто Бывает Что Ну не часто Но бывает Что травит Через Перепуск Через Корпус Клапана Доступ К корпусу Клапана Здесь Не такой Быстрый Как нам Бы хотелось Для этого Винтовку Надо разобрать Так Первым делом Откручиваем Рукоятку Отложенного Выстрела После чего Откручиваем Вот эти Винты На прикладе Он просто Вынимается Сюда Подходят Любые Приклады От М4 И С ним Связано Здесь Есть вот такая Штука Берем Плоскую Отвертку Тяга Пластиковая Шариком Вот Их Разъединяем После чего Откручиваем Я обычно Я обычно Делаю Вот так С этой Стороны Откручиваю Вот эти Винты А с этой Стороны Откручиваю Винты На рукоятке Потому что Здесь Пружинка Стоит Вот Ее Видно Она Поджимает Шарик Вот Шина Дальше Что нужно Сделать Вытащить Боевую Пружину Так Здесь У нас Находится Один Винт Под Шестигранник Раз Открутили После чего Взводим И Здесь Второй Винт После чего Снимаем Заднюю Пробку Здесь Есть У нас Второпластовое Кольцо Которое Не потеряйте Дальше Нам нужно Открутить Вот эта Штука Поджим Клапану Можно Так ее Открутить Но обычно Она на фиксаторе Резьбы И так Не откручивается В данном случае Она открутилась То есть Вот пружинка Клапана Сам Боевой Клапан Здесь Два Штифта Нужно Их Выбить Понадобится Дощечка Молоток И выколотка Вот такая Вот Выколотка Раз Все Штифты Выбиты Они В отверстие У нас Попали Теперь Казалось бы Самый Интересный Момент Как вытащить Оттуда Гильзу Клапана Некоторые Используют Вот такие Крючки Изогнутые Но я Делаю Это намного Проще Вставляем Пружину Боевую Назад Ударник Не имеет Здесь Никакого Ограничителя Мы его Просто Взводим И вот Таким Нехитрым Способом Извлекаем Гильзу Клапана И сам Клапан На Гильзе Находятся Две Резинки Все Размеры Резинок Я покажу Вам Тему по продаже Резинок Дам в описании И табличку Вставлю В видео Вы нажмете Стоп кадр Вот эти две Резиночки Нужно будет Заменить Установка Точно так же Осуществляется Я при помощи Клапана Делаю установку То есть Обратной Последовательности Все это дело Мы Собираем Соответственно Где у нас Находятся Резинки Две резинки Находятся На корпусе Клапана Или гильза Клапана Как хотите Называйте На редукторе Находятся Две резинки Снаружи И две резинки На поршне Давайте Я вам тоже покажу Вот этот винтик Просто выкручиваем Вкручиваем туда Какой-нибудь винтик И вот у нас Шток редуктора На нем Находятся Две резинки На поршне И вот Уплотнение Штока Тарельчатые Пружины Расположены Таким вот образом Но могут Отличаться Вариант Это Не имеет значения Их Снимаем Полным пакетом И я их одеваю Обычно На шестигранник Всем пакетом И оставляю здесь После того Как резинки Вы поменяете Опять Винтик берем И закручиваем То есть резинки На редукторе Затем Резинки На пробках Резинка Заправочного Клапана Здесь Шарик Находится Стравливающий Винт И в принципе Все Ну и плюс Резинки На стволе То есть Уплотнение Досылателя И уплотнение Самой казенной Втулки Всю сборку Осуществляем В обратной Последовательности Когда мы Выкрутили резервуар Вот таким вот Способом Обычным Он без проблем Закручивается То есть Только не перепутайте Вот это отверстие Должно быть Со стороны редуктора И все Вот таким вот Нехитрым способом Вы можете Обслужить Свою винтовку Спасибо большое За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь На канал